В 1981 году японские и голландские учёные изобрели устройство, которое произвело революцию в музыкальной индустрии. Они выпустили компакт-диск. Сегодня эти хитроумные устройства хранят миллионы бит информации. В офисе, в студии, дома или в архивах CD-диски стали незаменимыми. Производить компакт-диски нужно в стерильных условиях. Любые частицы пыли могут погубить весь процесс. Компакт-диски — это копии, изготовленные с оригинального стеклянного эталонного диска. Теперь начинается настоящая работа. Тонкая пластина из стекла несёт выбранную информацию, в данном случае музыку, записанную на ней с помощью пишущего лазерного луча. После того, как информация перенесена на диск, наносят два химических вещества — грунтовку и фоторезистивное покрытие. Диск осторожно вынимают из аппарата. Затем фоторезистивное покрытие сушат в печи в течение 30 минут. У этого проявителя два патрубка. Один подаёт дионизированную воду, а другой распыляет раствор для проявления данных, запечатлённых на стекле. Теперь информация нанесена на диск. Диск помещают в этот аппарат для нанесения металлического покрытия. Следующий этап заключается в нанесении металлического покрытия из никеля и ваннадия. После этого электроформирующего процесса появляется эталон, с которого будут изготавливать диски. Протравленное стекло погружают в химический раствор на 70 минут. После этого появляется эталонное клише, с которого будут изготавливать диски. Это клише затем штампуют, придавая ему нужную форму, а лишний материал отправляют на повторную переработку. Клише вынимают, и техник снимает плёнку, которая защищает данные, нанесённые на него. После визуального осмотра это клише посылают в отдел прессования, где его осторожно устанавливают в форму для отливки компакт-дисков. Диски изготавливаются из особого пластика под названием поликарбонат. Форма закрывается, и в клише впрыскивается жидкий поликарбонат. После затвердения получается маленький твёрдый полупрозрачный диск. Этот диск теперь готов к нанесению на него металлического покрытия, чтобы его могло прочесть считывающее устройство для CD-дисков. Рука робота вынимает диск из формы и кладёт на подставку. Покрытие диска металлом очень короткий и простой процесс. Он состоит из нанесения на пластиковый диск очень тонкого слоя алюминия. Это внутренность формы, где наносится алюминиевое покрытие. Процесс почти полностью автоматизирован, что позволяет заводу выпускать 100 тысяч дисков в день. Важно защитить поверхность диска, поэтому наносится глянцевый слой, который позволяет также хорошо приклеить к нему защитную этикетку из шёлка. Ультрафиолетовые лампы быстро высушивают глянцевый слой. А в этом цехе приклеивают защитную этикетку из шёлка. 70 дисков можно украсить ими за 60 секунд. А после этого готовые диски отправляют на упаковку. Всё очень просто. История, истец. 10 дисков. А если бы это было, то вы делали свои вопросы, История, истец. ВОТРИГУЮЩЕЙ elindем. ВОТРИГУЮЩЕЙ ЭКРОВУЮЩЕЙ. ВОТРИГУЮЩЕЙ. Субтитры делал из вторых двеней. КОНЕСКО. Продолжение следует...